Приветствую всех искреннолюбящих Господа Иисуса Христа. В книге Еремии, в восьмой главе написано так. Разве нету бальзама в Галазе, или нету там врачей, что рана душери народа моего так неврачуема, неистелима. Этим пророк хочет говорить, что в Галазе был бальзам, то есть было лекарство, через чего они врачевали. И там были конкретные врачи, которые этим делом, этим ремеслом они владели, и этим занимались они. Аллегорически это говорится о том, что в наши дни, когда, если община или церковь получает какой-то урон или какой-то удар, должно быть врачевание и должно быть выхода из положения. Бог дал нам Духа Своего Святого, и Дух Святой нас направляет на все пути правды, на все пути истины, и научает, каким образом мы можем врачевать определенные трудности, определенные духовные проблемы нашей общения и нашей церкви. Мы хотим или не хотим составная часть, одной из части этой общины. И желательно, чтобы каждый из нас осознанно это принимал к сердцу своему. Когда человек сознает, что от его жизни зависит и жизнь общины, это очень важно, потому что именно когда человек не сознает и неосознанно грешит, не понимая, что даже если человек грешит против самого себя, он грешит против церкви. Он грешит против тела и Господа Иисуса Христа, потому что он есть часть этого тела. Написано, что когда Иосифа хотели братья продавать, откуда вот эта мысля появилась у них? Они когда хотели кушать, вдруг заметили, что измаильтяне, карван измаильтян, направляются в Египет. И они идут из Галлада, потому что они несли из Галлада бальзам, сираксу, ладен. Интересно так, что вот именно вот это что-то прекрасное, вот это они взяли оттуда, они купили оттуда, чтобы торговаться этим, торговать этим в Египте. И вот они через измаильтян, они продали Иосифа. Знаете, через определенное время, через много лет, и это будет приблизительно 22 года, через 22 года Иосиф откроется своим братьям. И откроется как бальзам для тех же братьев, для той же Абшимы, которая продала своего брата. Разве не бывает так, что в твоей жизни такое бывает, что тебя продают, продают в миру сему, этот мир из Египет, вдруг забывают тебя, как забыли ковчег Завета целых 20 лет. Забыли про ковчег Завета, который попал в плен, потом уже в Ивсамисе, и оттуда в другое место, и там ковчег Завета оставался целых 20 лет, и как будто его не было. Кто должен был вспоминать, что Бог дал такой наказ, что приносите свои жертвы туда, где будет оставаться мое имя. А ведь имя Божие оставалось там, где ковчег Завета. А там, где ковчег Завета, не было ни жертвенника, ничего, и люди приносили жертвоприношения на высотах. Даже Самуил участвовал в этих жертвоприношениях. Ужасно, но факт. Самуил должен был давно этим делом заниматься. Почему он не думал об этом, что ковчег Завета нужно взять и поставить на свое место? Так бывает и с тобой. Ты представляешь Господа. Да, ты наполнен, исполнен Духом Святым, но тебя продали. Продали твои же братья и сестры. Продали. И забыли тебя. Забыли, что ты есть. Ты существуешь. Но, однако, Бог не перестает употреблять тебя. Бог не перестает бить тем, который вмешается внутри тебя. Ты носитель Бога. Но это не обозначает, что Бог должен из-за тебя уничтожать вот тех, которые продали тебя. Потому что образ Иосифа именно в этом заключается. Они продали. Но что в основном случилось? Псалмопевец в 104-м псалме будет говорить так. Призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал перед ними человека, в рабы продам был Иосиф. О, интересно. Вот тебе и посланничество. Вот апостольство. Надо же, вот каким образом Бог может послать тебя. Значит, ты можешь быть апостолом. Ты можешь быть апостолом. Посланником Божьим. Куда? В этот мир. В этот мир. Чтобы ты там стал сильным, мощным, власть имеющим от Бога. Почему? Потому что через определенное время, как через 22 года, эта община, которая тебе продала, будет нуждаться именно в этой силе, именно в этой мощи, именно для защиты, чтобы ты мог обеспечить твою общину. Не обижаясь ни на кого, потому что ты исполнитель воли Бога Живого. Итак, Бог удивительно действует для того, чтобы тебя делать бальзамом, для того, чтобы тебя делать врачом, врачевающим средством для народа. Бог может вот так тебя взять и послать в апостольство совершенно непонятным образом для моего и твоего ума. Мы можем это только по истории читать, как будто понять, где-то противиться, не воспринимать, но это действие Духа. В конечном итоге Бог возвеличил имя Иосифа, и твое тоже возвеличит Господь. Помни, не вечно, не вечно тебя быть в опосрамлении, в поругании, в пренабрежении. Не вечно, дорогой мой друг, не вечно, когда Бог вот так допускает это в твоей жизни, чтобы ты стал бальзамом, чтобы ты стал врачом, как Бог, чтобы ты стал образом Божиим, чтобы ты стал Иисусом Христом, чтобы ты стал апостолом Петром, апостолом Павлом, чтобы ты стал человеком Божиим. И тогда Бог употребляет тебя в жизни тех, которые продали тебя в Египет, то есть в этот мир, и забыли пройти по целям 20 лет, или больше, или меньше. Не имеет значения. Отдавайся Господу. Отдавайся Господу. Никогда не употребляй твои весла. Никогда не направляй твою лодку и твой корабль по твоему усмотрению. Убирай весла, выкидывай из твоего корабля. Пускай Дух Святой своим дуновением по твоим парусам будет дуть и направить туда, куда он сам хочет. Слова Господу за тебя. Итак, мы замечаем одну историю прекрасную. Саул и Анафан и его два брата, они были убиты, враги филистимляне взяли и повесили на стене своего города знак победы над врагом. И вдруг народ израильский, который уже был поражен у народа, у которого больше нет войска, вдруг там, где Гаалат и там город Иавис, вот там были храбрые люди. Написано, что эти люди узнали, что так поступили филистимляне с телами Саула и его сыновей. Написано, встали все мужи сильные. Там были сильные люди? Ну да, так написано. Все сильные люди, слава Господу за них, ни один не остался на месте. Все из Иависов встали. Там сколько их было? Не знаю, 10 человек, 20, 30, я не знаю, сколько их было, но их было. И они пошли всю ночь. И самое красивое, что Бог не называет имени ни одного из этих героев. Вот как они красивые. И они поднялись на стену врага. О, какое сердце! Вот какой дух! Слава Господу за них! Сняли тела своих друзей. Да, тех, среди которых и праведники, то есть Иоаннафан, и неправедники, то есть Саул. Все равно это их братья. Разве у тебя нет братьев, которые продают тебя, которые предают тебя? Они все равно твои братья. Люби их! Люби их! Стой за них! Не бойся! И вот эти люди из Иависа были из Иависа Галладского. Вот именно про Галлад Еремия говорит, разве нету бальзамов в Галладе? Вот что обозначает бальзам. Вот эти люди, эти сильные, сколько их? Не знаю. Десять, двадцать, тридцать, хоть пять, хоть два человека. Они есть бальзам для Израиля. Любой израильтянин, даже те, которые убежали из поля битвы, пораженные врагом, они когда узнали, что есть эти люди, гость людей, где? В Иависе Галладском. И что они пошли и сняли тела, они восторжествовали. Они воспрянули. Они снова ожили. Они снова вдруг наполнились верою в Бога. У них снова появилась надежда. Вот что за бальзам. Ты есть этот бальзам, помни. Бог направляет тебя в Египет. Да, продают тебя. Но там ты становишься именно щитом и защитой для тех же людей, которых ты будешь обеспечивать, чтобы они могли продолжить свое существование перед Богом, чтобы церковь могла побеждать, чтобы пророчество Иисуса Христа, который сказал так, что я воссоздам церковь мою и врата ада не одолеют ее. Почему? Потому что вот эти врата ада, в которые и через которых входят и выходят бесовские силы, вся сила бесовская, нападая на таких, как ты, не могут одолеть тебя. Не могут сломать твою веру. Не могут сломать твою надежду. Через Господа Иисуса Христа Бог так наделил тебя верою и надеждою, что твое служение никогда не прекращается, даже когда тебя продают и предают самые близкие люди. Вот почему Иисус сказал, если ты не будешь ненавидеть твоего отца, мать, брата, сестру, всех, и не возьмешь креста своего и пойдешь за Господом. Вот почему Он не хочет никого ненавидеть, если тот, который говорит любите врагов ваших, он не может делать так, чтобы ты ненавидел своих. Просто аллегория этих слов. Предческазательность этих слов заключается в том, что дьявол может нападать на тебя, на твое служение и через отца, и через мать, и через брата, и через сестру, и через жену, и через мужа, и через сына, и через дочь, и через соседа, и через незнакомых, но не могут одолеться. Твое служение не останавливается, и ты есть бальзам для других братьев и сесер, которые находятся в том же борении. Слава Господу за тебя. Иисус своим примером показывает вот это, и да поможет нам Господь оставаться верным к этой войне, быть бальзамом для братьев и сестер. И как апостол Павел говорит, и я терплю ради избранных, чтобы и избранные получили спасение. Благословите Бога Господь, мой брат, благословите Бога Господь, моя сестра, оставайтесь в Боге и в Его благодати. мир дому вашему. Аминь.